всем привет вы на канале цветочное счастье и сегодня огородный влог расскажу о высадке рассады томатов перцев и баклажан в открытый грунт напомню что я живу на ставрополе днем погода у нас достаточно комфортно иногда даже уже бывает жарко но так как ночи прохладные поэтому у меня пока еще рассада под пленочным укрытием но это на ночной период времени днем я все открываю и рассада как говорится растет под открытым небом а как и планировала высадила 20 апреля томаты и перцы баклажаны через три дня ну сейчас вам ставлю кусочек ролика покажу как я это делала чем заправляла лунки а ну в общем поэтапная моя вся посадка и потом вернемся опять уже в это время на сегодняшний день 8 мая снимаю вам через время увидите разницу как рассада подросла и также расскажу вам о дальнейшем уходе ну кому интересна эта тема присоединяйтесь к просмотру таки стараюсь выбрать ну безветренную погоду что прям сильного ветра не было заранее за часа три рассаду проливаю не так сильно мне достаточно вот чуть-чуть пролить для того чтобы пока я ее всю высаживаю потом буду мульчировать ставить дуги на кровать чтобы рассада чувствовала себя прекрасно и ничуть не подвяла вот такая корневая система как я и планировала на 0 5 стакан лунку делаю как можно поглубже чтобы не по семидольные листики а прям хочу углубить по первые листочки вот эти плохие листики уже убираю чтобы они не мешали в грунт ямку добавляю вот такое у меня органы минеральное удобрение содержит полезные бактерии и гуматы ому универсал добавляю по инструкции как написано при посадке 80 20 грамм растений грамм на дно растений я прям сыплю две такие хорошие жменьки перемешивая чтобы сразу удобрения не соприкоснулись с корнями вот так аккуратненько вытаскиваю хороший какой земляной ком полностью в корешках ставлю засыпаю грунтом а много сразу не засыпаю оставляю вот так чуть-чуть ямку и теперь борьба с медведь я всегда использую вот такой тоже хорошую жменьку вот так вокруг растения далее все досыпаю грунтом общем таким образом я один ряд уже высадила вот еще закончу и дальше вам все потом расскажу допоздна вот уже и солнышко зашло ну в общем грядку томатов я высадила и точно по такому же принципу высадила болгарский перец единственное что томаты я высаживала на расстоянии 50 сантиметров друг от друга и здесь между ними также получается между двумя рядками ну а перец примерно 40 45 как раз у меня поместилось 40 кустов перца и 30 по моему томатов ну как и говорила ранее видео высаживаю все по паре сейчас если успею замульчирую нет то только накрою дугами потому что повторюсь ночью у нас прохладный ну а потом при следующем поливе а буду мульчировать ну кстати да еще сейчас хорошенько все пролью вот так выглядят мои томатики под укрывным материалом цветут практически все уже на цвету единственное что хотела вам сейчас снять пленку и показать их полностью но на сегодня у нас стоят дожди вот поднялся ветер я боюсь просто пока сниму видео я не успею их накрыть погода у нас такая на где-то на дня 4 поэтому томатом в пору уже снять укрытие видите вот уже прям у меня еще здесь спонбонд чтобы рассада не получала ожогов и было ну такого своего рода притенения поэтому я думаю что я по бокам поставлю дополнительно дуги чтобы не соприкасались и если будет идти дождь сильный ну чтобы тоже да не травмировать листочки и вот на несколько дней будет так а потом уже планирую полностью укрытие снять и ставить опоры и подвязывать томаты ну и также буду уже приступать к формировке здесь у меня есть сорта и гибриды которые требуют посынкования которые не требуют но об этом я думаю расскажу вам в следующих видео так как я не сняла ролик о мульчировании потому что ну очень поздно я закончила с посадкой поэтому я включила в огороде свет в тот же день когда высадила и все замульчировала прям ну вот таким хорошим слоем соломы то есть много положила в этом сезоне я соломой запаслась видно что солома чистая только-только прорастают вот именно пшеница и все вот есть росточки когда я уже сниму пленку я пройдусь просто их повырываю дополнительных других сорняков здесь нет это очень радует так что дальше когда делала обработку винограда прошлись бордоской жидкостью и по томатам им и подкормочка и защита от заболеваний так что я думаю что следующее видео когда буду делать обзор огорода томатики мои будут уже еще больше но планировала вот повторюсь сегодня снять укрытие но к сожалению не получается ну листик изумрудный видно что томатам всего достаточно так что как бы все в порядке два дня я уже на ночь торцы томатов не закрываю то есть вот с одной стороны у меня открыто ночью у нас до этого было правда 12 уже градусов тепла но так как вот похолодание то обещают 67 ну томаты я смотрю они уже закаленные поэтому торец вот этот закрывать точно не буду что касается болгарского перца здесь вот такая картина очень сильно я переживала что перец сбросит всю зависть нет перчики не только растут но и сейчас вам покажу даже очень растут в общем чтобы вот такой перец у меня был в начале мая в моей практике выращивания рассады еще не было но посмотрим как будет дальше вот прям хорошие такие перчинки висят тоже обратите внимание проросла пшеница но вот так вот потом просто все продергаю и здесь же в качестве мульчи вот так на грядке все оставлю а перцы на ночь закрываю потому что они более теплолюбивые чем сейчас так приближу то что показать вам там дальше более теплолюбивые поэтому вот будут пока еще расти в тепле ну на день я их тоже полностью открываю даже снимаю спонбонд потому что у нас днем на когда выходит солнце очень сильно печет и под спонбондом несмотря на то что вот она по краям видите как проветривается все равно видно по листикам что тургор а теряется очень жарко поэтому проще снять спонбонд в общем на день оставляю открытыми а на ночь опять все укрываю ну и так день за днем точно по такому же принципу высадила баклажаны вот уже цветут баклажанчики но их я еще ни разу не открывала не снимала полностью они у меня растут вот в более такой притяненной зоне как бы солнышко попадает с другой стороны но не прям сверху светит и поэтому вот один ряд здесь у меня два вида баклажан грунт еще увлажнен мульча очень хорошо способствует этому в общем растут баклажанчики сегодня оставлю торец только с одной стороны а так и стараюсь открыть и с другой стороны чтобы было такое равномерное проветривание на баклажанах у меня спонбонда нет мне просто его не хватило но и повторюсь то что вот деревья небольшие вокруг они как бы от таких палящих лучей солнца защищают поэтому можно сделать такой вывод что мульчирование нам помогает удержать влагу в грунте я всего два раза полила как перцы так и томаты и конечно спонбонд он все-таки защищает рассаду от ожогов потому что если оставить вот так под пленкой то скапливается конденсат он капает и соответственно солнце даже когда облачно это рассада может получить ожоги поэтому вот спонбонд в этом случае очень хорошо выручает но повторюсь несмотря на то что он у меня самый тонкий по моему это двадцатка если я не ошибаюсь но то есть самый тонкий который есть из спонбондов а все равно когда днем накрыто только спонбондом я вижу по рассаде что жарко но опять же это только из-за того что вот у нас такая жара в более конечно регионах где попрохладнее а я думаю что там такой ситуации не возникает и вот основной уход у меня по факту заключается в этом открыть закрыть вовремя пленки своевременный полив все под кормочки пока никакие не вела за исключением вот томатов то что обработала бордосской жидкостью в теплице еще находятся у меня некоторое количество томатов это вторая партия посева я их специально посеяла попозже чтобы у меня был урожай в два этапа дождусь пока пройдет вот это непогода дожди ходят вокруг нас но будут не будут но не хочу торопиться чтобы потом просто излишне не переживать и не думать что мне делать с рассадой чем же ее укрыть в общем я научилась уже немножко как говорится терпеть потому что знаю потом последствия знаю как я переживаю если вдруг что-то будет не так у меня и так вот в саду достаточно цветов которые от дождя требуется занести на какой-то период времени ну такая эвакуация цветов во время ливни я думаю вы понимаете о чем я говорю но вот так дорогие друзья вот такой небольшой ролик вам сняла о своих овощах дальше видео конечно будем смотреть как будет развитие какой будет урожай ну это все немножко попозже я прощаюсь всем пока пока